Доброго всем времени суток, с вами Texer, а играем мы вот так вот в полной тишине в Planet Nomads и я разглядываю монолиты. Вот у нас есть такой монумент Молох, по расстоянию он в принципе на таком же расстоянии, что и те, но он как бы вот тут один, летит через нашу базу, а там их тут группа, я думаю, что если вдруг мы там их облазаем и окажется, что у нас будет все посетить, нам придется лететь сюда, я думаю, может мы к Молоху сначала слетаем. Название Хороший Молох, такое божество довольно недоброе древнее, Лаокон, это тот товарищ, который со змеями дрался в рукопашную статую Лаокона и его сыновья там, по-моему, с Нептуном что-то не поделил, или с Посейдоном, что-то же самое. Тот змею прислал, они там такие напутанные змеями, борются с ними. Три мужика и куча этих больших таких змеев. Думаю, что статуя есть такая. Вот, Икарус, ну Икар. Титонус. Ну не знаю, Титан, не Титан, не Титон, не знаю. Монумент Ридемер. Вот их пять штук. Я думаю, вот к этому полетим. Итак, народ отрывается в игре, строит всякое странное, и разрабы стали сейчас, это построено, ежики едите в задницу. А нет, не ежики, это мои пропеллеры крушат. Я уже думал, ежики там уже трясут. Вот. То есть, в этот раз, по загрузке игры, я наблюдал эдакий летающий череп. Вот, ну сделанная, но не база, корабль в виде летающего черепа. То есть, с глазками, с зубками. А у него по бокам крылья. Пропеллеров на нем, наверное, несколько десятков стоит. То есть, по размерам оно превосходит на столько. Так. Нет, 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 нет. Поворачиваемся туда, вот, по мочке. Вправо немножко, и нам нужно на А. Погнали. Не помню, я на видео наладил этот пропеллер, но, в общем, все наклоняется, все нормально. Так, да, мы летим туда. Чуть левее. Ну и, в общем, я чувствую, что сегодня мы встретим свой первый монолит. До него долететь не проблема. Так. Что ж, стрекочет, что рушит. Я довольно тихо сделал, наверное, игру, но... Ну, давайте сделаем подробчик, в принципе. Рыки. У нас рыки, звуки игры. Не, музыку нафиг, а вот звуки игры. Вот. Вот так, наверное, лучше. Не знаю. Ну, по крайней мере, атмосфернее. Если слишком громко, пишите. Меня просто в последнее время просят делать звуки игры погромче для, так сказать, атмосферности. Особенно в играх, где это не делается. Есть такие игры, у которых даже полный звук, такая, тишь, гладь. Так, ну что ж, летим. Опять я... Ну, не то, чтобы забыл. Лапы не дошли. Прицепить сзади еще один пропиллер, чтобы у него хвост поднялся. Я думаю, он поднимется. Раз так все серьезно с центром тяжести, я думаю, как раз это... В этом дело. Почему он так с дифферентом на хвост летит? Это все контейнер. Так. Мы уже... Какого хрена? А, ну ладно, чуть правее. Вот туда. Заре навстречу. Кстати, все правильно. Восток, Ист. И солнце там восходит. Все правильно даже в мелочах. Так, а мы висим, между прочим, мы не летим. Я отпустил кнопку вперед. Блин, нажалка тут нет, как вот бывает в играх автобег. То есть, numlock, допустим, нажал. Вот, и у тебя персонаж бежит, пока ты снова numlock не нажмешь. Ну, или какую-нибудь другую кнопку не тыкнешь. Чтобы он прекратил бежать. Так и здесь, ну, что-нибудь такое надо бы. По виду, это утро. Утро в джунглях. То есть, вертолет летит над джунглями, торчат вот эти пальмы. Ну, не пальмы, там разные деревья. Пальмы только... Только пальмы в пустыне, в оазисах. И то не только. Там разные, другое поменьше растет. Вот. В джунглях деревья разнообразные. Вот, но густые, конечно. Кроны сплошную сливаются. Здесь они отстают друг от друга. Но вид такой вот. То есть, внизу туман. Из него торчат деревья. Вот там солнце поднялось. Ну, ладно. Не солнце, звезда. Смотрите, кстати, какая она мелкая. Я не помню, обращал я на это внимание. Она маленькая, точечный источник света. Но яркий. То есть, это раскаленная звезда, расположенная достаточно далеко от планеты. А наше солнышко, оно побольше угловой диаметр имеет. И, в принципе, ну, если глаза не жалко, можно так посмотреть. А вообще, лучше через темное стекло посмотреть и увидеть, что он прям явственно видимый диск. Тут она точечная. Вот эта галла вокруг нее, это атмосфера. Сама звезда точкой светит. Вообще, в таких местах довольно неприятно жить. Подобные звезды обладают нехилым излучением. Так, нормально, идем. Ну, здесь, как видите, все нормально. Хоть это и не обычная планета, это, скорее, планетоид. Она маленькая. И даже не то, что вот она по техническим возможностям разработчиков маленькая. Об этом говорится даже в дневниках, которые я подбирал. Так что это реально маленькая планетка, планетоид. Непонятно, почему она такая, почему она не гравитация нормальная. Это, так сказать, краткое изложение географических данных этой планетки. То есть, это в дневничках там описано, что, да, она странно маленькая. Так, ну, мы летим между обломков. Там и там. Уже обследованных. Неразрушаемых. Кстати, а вот зачем здесь нужен этот радар? Он, да, он высвечивает рельеф местности. То есть, там озера, горы, все такое на карту наносит. Нам практическая польза от него, по-моему, отсутствует. Вон он, блин, лежит. Блин, бегающие деревья, конечно, вымораживают. Причем, обратите внимание, но это не к пятно отрисовки, как обычно в играх бывает, да? Вот ты идешь, а тебя окружает круг выросшей травы, которая впереди появляется, а сзади исчезает. Нифига, тут как-то хаотично. Вот смотрите, вот я пролетел, там, а там деревьев дофигища. А впереди ни одного. Потому что самое интересное, я остановлюсь, а впереди так и будет ни одного. То есть, оно не за мной гонится. Смотрите, а сзади лес. То есть, нет пятна отрисовки. Очень странно все это сделано. Ну, я думаю, игра еще долго будет в раннем доступе. Сюда еще надо бы еще завести контента. Было бы здорово. Завести можно других планет. Ну, просто, вот видите, тут нет стимула создавать прям базу. Понятно, что сразу вот такую штуку не построишь. А, тут открываешь чертежи по мере постройки. Вот. То есть, можно, в принципе, пытаться строить. Ну, просто, все имеющиеся блоки построил по одному разу. Теперь все открылось. Вот. То есть, довольно быстро можно построить вот что-то такое. Ну, пусть не летающие, а ездищие. Но, вообще, летающие тоже не сложно. Хотя, ховеры тут не удел. Корабкаться по этим склонам ховеры не могут. И... Собственно, что дальше делать? Ну, вот я, да, я летаю, читаю дневники. Ну, и сейчас до монолитов докопаемся. Представление не имеет, что это такое. Можно накопать в интернете, что это такое. Там, может, видео прохождение, что-то. Я не копал. Ну, я вообще не люблю что-то накапывать про игру, в которую я играю. Что-то подсказки, как модные спойлеры. На самом деле, спойлеров я, конечно, не боюсь. Никакой спойлер не помешает мне наступить на грабли. То есть, если я считаю, что мой персонаж этого не знает, что лежащий предмет неизвестенному, как грабли, на него смело можно наступить. Но, тем не менее. Приятнее, когда что-то новое открываешь. Тем более, в играх про эксплор. Это же самое интересное. Двигаться к неведомым горизонтам. Исследовать новый крафт. Да, кстати, чуть не забыл, хотел вначале сказать. Я, таки, сделал группу в ВК, посвященную каналу. Ну, я туда ссылки на видео выкладываю. Но, там будут проходить голосования. Потому что голосование на Ютубе, это не очень удобно. Да, можно сказать, что в комментах там пишите. Ну, там прям, ну, там реальное голосование с подсчетом голосов. И сейчас там висит голосование по поводу того, каким способом определять, какая игра у нас будет на следующем стриме. Потому что не попавшие на стрим, меня, ну, и не проголосовавшие, и узнавшие, что выбрали не их любимую игру, меня всячески гложут. Что, ой, мы хотим вот такую игру, там, а другой хочет такую игру. А те, кто были на стриме, коварно проголосовали там за какую-то еще игру. Вот, в связи с чем, я там запилил голосование, что, может быть, вернуться к старой схеме, когда игру для стрима выбираю я. Я выбираю все равно с учетом ваших пожеланий. Вот, но это происходит не так прямолинейно, как на стриме. То есть, кто пришел, тот проголосовал. Остальные лишены права голоса. Они просто не успели прийти. Или были заняты, или спали, или ели. Или играли. Возможно, кстати, еще один вариант, проводить голосование в группе ВКонтакте, там же. Но тут такой момент, то есть туда должны, как минимум, попасть все заинтересованные. Иначе там будет подписано 3 человека, которые там будут голосовать, остальные будут удивляться, а почему мы третий месяц подряд играем в Тетрис. Вот, так что. Посмотрим. Если пойдет этот процесс с голосовалками, там со всем прочим, там будет чего-то побольше, может, какие-то анонсы, какие-то новости, я буду туда уже накидывать. Хоть я все эти в Тентакли и прочие социалки не люблю, но, в принципе, какое-то удобство вам может быть. Я, собственно, ссылки на видео туда по наущению Ашена начал выкладывать. Может быть, их наоборот оттуда стоит убрать, оставить там только голосовалку и там, допустим, анонсы и так далее. Какие-то обсуждения, что-то еще. В общем, о, все, есть наводка. В общем, посмотрим, как это будет, что из этого получится. Пока вот. Заглядывайте в ВК. Ай-яй-яй-яй, стою вверх. Слушай, здесь хвост дерева пролетел, оно пропало. Ну ладно. Тут просто вот в этой игре я чувствую, что уже как-то к завершению все идет. Ну, правда, вот что будет после монолитов? Даже интересно. Худ пролетел передался, что-то прям пугает. Ну, не пугает. Как это сбивает. Раз, что-то мелькнулось. Справа налево. А худо-бедно, вот до полетов по вот этим всем точкам я представлял, что тут будет. То есть, ну, да, в процессе уже игры вот эти вентиляторы появились. Да, и собственные ховеры тоже появились. в процессе. Были только колесики, когда я начинал играть. Причем больших, по-моему, не было, были только маленькие. Ну, баги можно было построить такое. Вот. Это все появилось, пока я в игру играл давно. Кстати, играю, получается, больше года, наверное. Да, я начинал, а потом еще раз начал на записи. Да. То есть, в принципе, я представлял, что меня ждет, чем придется заниматься. То есть, сначала база, потом мобильная база, летать по обломкам, изучать планету. А вот что же от монолитов, я даже не знаю. То есть, они появились, пока я уже в игру играл. Да, как в особо про них ничего написано-то не было. Поэтому. Ну, монолиты. Ну, вроде как, вот из этого Ксениума, или как оно там называется, то, что я копал на на полюсе. Вроде как, делается энергоблок. Кстати, я, по-моему, сделал у себя там энергоблок этот. И он, вроде, там что-то включает. Ну, монолит, в частности. Кстати, мы уже близко. Где монолит? Он маленький, что ли? Игра грузит, игра. Только не надо падать. Нет, это сохраняшечка. Кстати, сохраняшечка стала гораздо спокойнее. Игра не вешается, как было. Так, 600 метров. Я не вижу монолита. По моим ощущениям, вот как была заставка, там некая летала, небольшая. Летела. И на фоне монолита. Монолит такой огромный, возвышается там на окружающем месте. Правда, леса не было, поэтому размер не оценишь. Он такой большой. Тут я чего-то... Нет. Ничего не торчит. То есть, по размерам, я думаю, до середины горы должен быть. Но тут я что-то ничего не вижу. Вот еще отрисовалась местность. Местность неплохая, но вот нету в ней такой необходимости. То есть, довольно быстро строится. Тут первые поездки на баги. Блин, это моя база. Это моя база. База, здравствуй. Маршрут, вовле случая, прошел над базой. Вон мой вертолетик стоит. Надеюсь, я там закрыл воду, закрыл газ, выключил кондиционер, когда уходил. Там все хорошо, надеюсь, на базе. Круг замкнулся. Вот он, мое историческое место посадки. Вон там яму. Вот это вот. Вот сейчас это маркером покажу. Вот там я плюхнулся. Ну, не маркером, маркером радара. Вот там я плюхнулся. Так, ладно. Однако, моно... Монолит справа где-то? Не понял. А у меня же был монолит, он светился. Че не так? Все, я точно монолит иду. Был уже 2000 до монолита. Или я в сторону ушел? В сторону своей базы? Непонятно. Просто был маркер. А, это... А, это не монолит. Фу. Ну да, он уже как бы расширяется кверху. Ладно, продолжаем полет на ощупь. Дождик пошел. О чем я говорил-то? А, вот. То есть, вот это великолепие с горами, там, с водой, с труднопролазным всем этим, оно играет свою роль, пока нет достойного средства передвижения. То есть, вот, сначала мы пешеходы. Прекрасно. Это вообще, задолбаешься ходить. Это вот, от моей базы до суда, это уже будет такое эпичное путешествие, в котором, скорее всего, убьют несколько раз. Прекрасно. То есть, маленькая территория, в которую можно пойти, куда-то подальше пойти, это эпичный поход. Прекрасно. А, далее, дают средства передвижения колесное. Но, поскольку у нас целая планета, и вот куда-нибудь сюда на колесах забраться, войти, и по земле ползет. Я раньше не замечал. Куда-нибудь сюда вот добраться, вот, по-моему, буракам на колесах, тяжело. То есть, поездка, если вы помните, я вот, когда снимал серию про то, как я на багги ездил за минералами. Вот сюда вот, по-моему. Нет, вот сюда, да. Сюда я уже летал. Это в полярных равнинах, в горах. База. Там, это полярная, а вот это вот моя копалка алюминия и прочего такого, чего вот здесь нет в этом доме. Вот. Сюда вот я ездил. Вот это вот, путешествие на машине, это было 2 или 3 серии. Причем на обратном пути я машину чуть ли не угробил, не оставил там. То есть, это прям такое приключение довольно сильное. А дальше все идет довольно легко. То есть, сразу получаешь и ховеры, и сразу же получаешь леталки. Ну, большие чуть попозже, маленькие сразу. Вертолетику оттуда у меня строить. И учитывая, что в игре есть практически неисчерпаемые источники энергии. Хотя сразу открывается вся планета. То есть, я на том маленьком своем вертолетике, в принципе, тоже мог всю планету облететь. Мне ничего не мешало это сделать. Море. Да, реально море большое, смотрите. Острова. Вон обелиск торчит. Вот так вот, когда я делаю, смотрите, в лево-верхний угол. Вон он обелиск. Да, прекрасно все. Кстати, не хватает плавучей. Катера не хватает. Тут есть плавучая база, то есть, тут есть плиты, вот эти вот основания, из которых все это состоит горизонтально. Ну, сверху крыша, а внизу плиты перекрытия. Хотя, может быть, у меня и внизу крыша. Нет, по-моему, это плиты. Вот, есть плавучие. То есть, можно строить на воде базу. Тогда будет прямо на поверхности лежать. Но вот это, оно как-то не отыгранно. То есть, вот эти просторы, представляете, как здорово было бы по ним плавать на кораблике. Вот, не давать, вот, летать не давать в таких количествах, что можно вылететь всю планету. Нет. После колес, через какое-то время, вот, одновременно с колесами выдать плавательное. Тут плавательного, по-моему, нет ничего. После этого выдать ховеры. Причем так вот, ну, сильно после этого. Как-то это дело оттянуть по технологии. Может быть, ввести какой-то ресерч, не знаю. Но что-то такое сделать, чтобы не сразу можно было летать. Чтоб ховеры были шагом вперед по сравнению с колесами. То есть, вау, какая машина, она может не только по земле, но и над водой. Возможно, даже можно плаву не давать, а отдать ховеры. И водное пространство станут вообще водными дорогами. Потому что карабкаться вот на такой склон ховеру тяжело. Он, скорее всего, не вскарабкается. А по воде он прям как по проспекту почешет. После чего, возможно, как-то сделать ограничение по энергии. Допустим, вот маленькие пропеллеры можно, в принципе, запитать. Вот. Ну, тут опять же упирается реактор. То есть, можно сделать там 50 маленьких пропеллеров, которые тащат вот тут в тушу. То есть, как-то ввести ограничение, чтобы вертолет имел маленький радиус действия. И только потом дать вот такое. Возможно, для этого надо какую-то базу постигнуть, еще чего-то, как тут оттянуть. Потому что я довольно быстро же все это построил. И, получается, база не нужна. А нужна вот такая вот летучая штука, чтобы облететь планету. Смотрите, справа как будто кратер глубоченный. Такое ощущение. Но это вода. Получается, что можно просто взять и облететь планету довольно быстро. То есть, это я еще ковырялся, там, ну, бил, тупил. А можно все быстрее сделать гораздо. И у меня сейчас, получается, топ-технологии. То есть, выше уже не будет. Ну, батарейку в Абериск вставлю, и все, и выше ничего не будет. По технологиям-то. Это слишком быстро. То есть, получается, игра пройдена. Вот, если в плане строительства она пройдена. Можно строить всякие загогулистые машины, вот, типа того, черепа летучего. Но это чисто будет крафт ради крафта. Потому что необходимости в этом игра не предоставляет. Ну, собственно, все мои вот эти полеты я мог бы сделать на мосту вертолетики. Я не помню, есть ли там ядерный реактор. Но даже если его нет, его можно туда поставить. Да, в принципе, и так летает. Что-то у него химический, по-моему, и солнечная батарея. Он вон так летает. Это, правда, было бы не так удобно. Я не мог бы попутать строить базы. Там на полюсе, допустим, потому что он меньше несет. Можно, но сложнее. А тут и летающая база, на которой есть все. Так, ладно. Такой вот тут символ. У меня почувствует ощущение, что я должен все обелиски активировать. Блин, опять деревья пропадают. Я опять ковырнусь. Открыт достижение, первый контакт. А, тут отображается оверлей. Ну, в общем, кто не успел прочитать. Первый контакт. Ну, такие тут инопланетные письма. Так, мне вот туда, видимо. Я так поставлю. Между собой и окружающим миром это летало. Интересно, я тут надолго, нет? Что-то вообще будет происходить. Ладно, давайте считать, что я тут надолго. Так, скам. Так, зависает. Такое впечатление, что оно генерит окружающую местность. Но так не может быть. Я думаю, планета, она заранее отгенерена. Возможно, она одинаковая у всех, нет? Ну да, тут море прям такое большое с островами. Тут прикольно было бы путешествовать. Вот, не имея летучести, вот этой, как-то вот строить корабли. Технологии надо выдавать маленькими порциями в выживалках. Нельзя сразу все. Это слишком легко. Так. Давайте посмотрим, что у нас в тех глыбах. Я по-прежнему одержим жажды урана. Углерод, кремий. Углерод тоже хорошо. Углерод с дейтерий. Берем. Урана нет. Ну, что там у нас? Железо. Углерод опять идет. Хорошо. Берем. Так. Я что-то слышал. Мне показалось. Что в этом бионе урана нет? Мне говорили, кстати, что уран можно добывать буром. Кстати, таким, которым у меня ксениум добывался. Таким, которым у меня на базе тоннами качается железо. Возможно. Но я что-то пока не встречал, чтобы бур показал, что я в этом месте могу добыть уран. Возможно, это надо в разных местах, в разных биомах, тыкать буры. Смотрите, а что он тут покажет. И где-то будет уран. И энергетический голод кончится. Так, отлично. Ну, по крайней мере, кремния добыли. Может сейчас еще начерпать воды и озаботить машину производством еще до этерия. Опять нормально. А вот насос, получается, не нужен. И его единственный плюс, что он непрерывный. То есть, пока ты там пилишь, рубишь, заготавливаешь, он копает, 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 копает. Качает воду. А так я руками гораздо быстрее собираю. Как гудит обелиск. А еще в левом верхнем углу красивое отражение луны. Это же луна. Ха, смешно. Она не светит, но дорожка есть. Ладно. Вот им. Тут у нас планшетка, причем земная. Интересно. Так, читаем. Пускай у меня за задницу никто не пытается укусить. Т-2075. Это год, наверное. Я отправляю вам это, потому что вам нужно знать. Меня зовут Галена Элиадес. Я ученый со станции Марса, Несса Персида. Год 2075. По крайней мере, когда мы активировали протокол запуска. Я проводил эксперименты в области отрицательной массы генератора с моими коллегами Висенте и Ксанше. Знакомые, кстати, имена, они были в этих записях. Предполагалось, что это будет обычным делом, но случилось что-то, чего раньше не было. Протокол инициировал блокировку области. Мы не смогли убежать, даже ручную перегрузив замки. Вскоре мы были охвачены пылающим светом. Портал был активирован. Я понятия не имею, где мы, но я знаю, что мы прошли через передовую межпланетную систему, связанную с сетью стабилизированных червоточин. Каждый из этих монументов является транзитной станцией для передовой гонки между межзвездных путешественников. Че-то гугл-магать переводили. Мой отец обнаружил эти технологии на Марсе 10 лет назад. Однако не было никаких доказательств того, что Марс был их родной планетой. Мы назвали их Ириданами, потому что мы перехватили сигнал, содержащий шифр, который мы использовали для перевода части их знаний, исходящих из созвездий Иридан. Теперь тессеракт закрыт, мы не можем вернуться. Но если бы мы могли добраться до портала, ведущего на Марс, мы могли бы сделать это снова. Однако мы должны быть осторожны. Кажется, что вся технология Иридания окружена опасной радиоактивной защитой. Генератор монументов. Сколько? 50 тысяч ватт? То есть мне нужно 4 этих их... Ооо, это может казаться непросто. Пойдем посмотрим, чего это дело стоит. Так. Скидываем. Один уран у меня есть. Так. Во-первых, вот этот у нас фад. Фад. 65 штук. Так, водичку. А и уран надо. Ой, урана. Все. Все мысли об уране. Углерода надо. Так. Ничего не производим. Производим воду. Так. 65. Погнали. Так. Это надолго. Обогатитель. Нужно 2 зеонита. А у ксении ксианита. А короче, у меня 5 штук есть. Так. И давай ты создашь еще... Так, мне бы еще вспомнить, как это делится. Игра. Нет. Не сальто, лишь с шифтом. Вот. Разделил. Так. Мне нужно 4. Это пусть тут лежит. Сделай еще 3. Ну, довольно быстро, кстати. Пошли. А мне надо все порталы запустить, наверное, да? Вот так. Пум. Пум. Слишком много энергии потребляют. Я в круг не пойду. Я так понимаю, что пока я все не заряжу, эта штука хрен запустится. Так, я вошел. И чего? Вышел. У меня весь центр тяжести. Здорово. Работы будет полчаса. Радиация. Что должно произойти, черт возьми? Ну, ладно. Допустим, я... Ни с чем его не соединил, да? Полчаса. Блин, а я не успею все включить-то. Идет тут горело. Я к чему просто? Он выключится? Я вот про это говорил, что с этими хреновинами делать, непонятно. Он будет пахать полчаса. Нормально. Но я до других монолитов не успею долететь. Мне на это нужно не один час, между прочим. Нет, мне зионит это не жалко. Давайте посмотрим, что я могу с этим сделать. Я могу просто эту штуку оставить включенной. Допустим, я его заряжу часа на четыре. Я точно долечу других монолитов. Успею их поюзать. А, что там у нас там не так? А, еще производят одну. А, ну два этих, одна такая. Фигня. Так. Зионит. Иди сюда. Сейчас мы накормим этот генератор. Почему три-то? Ну ладно. Так, четыре, давай пять штук. Это будет полтора часа. Давай девять штук. Восемнадцать. Вперед. А, двадцать минут фигачить будет. Так, вот сейчас я его на час накормлю. Я просто не уверен, что эта штука должна работать, пока я лечу к тем монолитам с другой стороны. А в нем смысл? Держи еще. Час, да. Ну смотрите, у меня серия по полчаса. То есть у меня будут, будет еще две серии. Я точно долечу другого монолита. И за юзу его тут лететь, ну, в серию, наверное, да. Я махнулся вот туда, ну, чуть больше серии. И карус будет. Хотя, возможно, я сейчас вернусь обратно, у меня еще будет порция готова. Они же по минуте, то есть четыре минуты. Нормально. И будет полтора часа уже, это три серии. То есть у нас три серии, эта штука будет задействована. Все прекрасно. Одна. Не быстро. Не быстро. Так, это у нас дейтери. Еще один и шесть. Так, у меня, по-моему, что-то с радиацией. Ходу, 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 ходу. Так, радиация пошла. Это радиация. Минус что-то от радиации. И вообще, надо валить от этого. Обелиска, нафиг. Видишь, как я радиацию поймал. И, главное, мой скафандр не держит. Ладно. Еще одна заправка. Так, а у меня нет... Где у меня врачебный комбайн? Чего-то от радиации. Стимулятор. Для выведения токсинов. Адреналин. Термоинъекция. Даже аптечка нету. Но это компактная медстанция. Возможно, нужно было большую устроить. Окей, еще один. Блин, как-то не быстро все, да? А, по минуте. Там 25 секунд было. Ну, вау. Хорошо-то как. Нет, по минуте. Вот оно, времечко-то идет. А это так просто. Ну, давайте чуть подождем. Подождем еще минуту. Вообще, как я уже говорил, спойлер не очень хорошо, но тут я, в принципе, готов получить подсказку о том, что с этими обелисками все-таки делать. Ну, чтобы чисто вот время в пустую не тратить, что я вот сейчас этот обелиск... Ну, хорошо, я сейчас его заряжу на полтора часа. Пусть он будет покормленный. Но. Так, давайте еще десяток сделаю. Двадцать. И, да, десяток, наверное. Пусть он будет покормленный, но я улечу к тем обелискам, чтобы мне не возвращаться. Так что, кто знает, что с этой хренью делать, подскажите. Ну, просто, что делать? Мне надо подсказывать, что там дальше будет. И просто, подскажите, что делать. То есть, надо мне вот так вот накормить и оставить, или не надо? Или просто это не тот обелиск, и вообще, черт бы с ним, надо ли тебе и другим. Или, может быть, я их все должен запитать? Когда я ему еще этих стержней скормлю, там, часов на восемь, чтобы у него было занятие. Ну, потому что, ресурсов у меня достаточно много. Я могу себе это позволить, зарядить его там, часов на восемь, и пусть он будет заряжен, пусть с ним будет счастье. Так, вперед. Радиация, да? Смотрите, нету радиации. То есть, радиация от того, что я в него зарезал, что ли? Не хочу пробовать. Может, плохо закончится, да? Смотрите, генератор работает. Ладно, давайте еще раз попробуем. По кнопке Е, я выхожу, и все. Кстати, радиации нет. Мистика? Мистика. Эта штука не юзабельная. Радиации нет, была радиация, радиация пропала. Ну, оно, видимо, разогналось, вышло на режим. Так, все, полтора часа у нас есть. Опачки, вот она пошла радиация. То есть, она просто не сразу купится. Так. Ну, что ж. Давайте тогда отлечу все-таки немножко. Мне все-таки тут стремно. Потому что в следующий раз я могу не пережить. Это опять оживать. Корабль, я так понимаю, не сильно меня спасает от радиации. Так, давайте отлетим. К сожалению, оно не показывает, как далеко мне надо убраться от него. Давайте я вот туда за деревья улечу. И на том буду ждать ваших подсказок по этому поводу. Вот то, что мне сделать с этим мобилистом. На данный момент я заправил его на полтора часа. Могу заправить на больший, прийти к следующим обелискам. Если он бесполезный, то есть, ну, просто не тот обелиск. Я могу на него просто плюнуть и все. Так, приземляемся. Плюх. Отколбасит, да? Что не так-то? А, ну, просто мордами не сосели. Все так. Ну, что ж, на этом-то я серию заканчиваю. Всего хорошего. И до новых встреч.